будем менять сегодня менять это сол это понятное дело в легендарно транспортное средство которое не имеет себе аналогов в этих других мирах тоже просто неповторимый автомобиль и транспортное средство и газ 310 посвящается смотрите что происходит я надеюсь вам будет видно видите это такой вот досол у меня здесь короче вы понимаете да как он цвета сейчас покажу как можете наблюдать ребята цвет практически нет не отличается да то есть там ну капельку совсем тогда чуть-чуть да синий стал коричневый ерунда в принципе охлаждающие свойства не потерял то сол рекомендую ну ладно все таки сторону как вы видите очень грустно поэтому сейчас эти две баклашечки отправиться и сегодня у нас по плану две бутылочки посола по 5 литров и замена вот это вот патрубка почему а потому что как всегда в это легендарно машине вот этот патрубок я не знаю сколько уже лет лет пять он меня очень сильно подвел верхний и вот здесь его оборвало он у меня вылил половину посола я ехал до магазина ближайшего обрезав его кое-как дотянул и потому же ехал домой поэтому его надо заменить спарить вот тут вот есть краник если вы его не можете увидеть потому что сам не вижу вот смотрите смотритесь вот внизу вот его откручиваете и польется все на землю короче там все так сделано дебильно но только так можете слить единственно еще откручивайте обязательно пробку потому что чтоб не было так сказать вот воздушной подушки не делайте так никогда дорогие друзья смотрите сейчас мы скручиваем и он у нас польется ручьем думаю даже можно завести чтоб еще помпа поработала немножечко и все это промыло с двигателя все это дерево и потом заливать чистый нормальный хороший . подумал раз пошла такая пьянка почему бы мне не снять полностью весь бачок потому что дело буквально 5 минут и не прочистить его смотрите да видите что там очень все печально прям настолько печально насколько только можно вот что получилось дорогие друзья если получится у меня я сделаю вставочку какой был и какой стал еле промыл потому что вообще жесть налил бензиновый спирита смешал потом засыпал сюда риса и с рисом его промыл вот прям про это прокидал его там трусил вот все что получилось эти хомутики явно устали дорогие друзья но если мы имеем возможность их заменить почему бы нет вот на такие крутые хомутики меня как можете наблюдать тасол залит и теперь вот видно его нормально теперь видно какое какого цвета нет ржавчин великолепно теперь уровень можно контролировать сто процентов что здесь все хорошо кто соберется менять покупайте 2 баклахи потому что вот это сейчас уйдет я еще не заводил машину когда она прогреется естественно она прогонит еще где там что осталось тасол печка не печка и так далее и еще вот это тоже все уйдет даже покупать еще одну баклаху поэтому покупайте 2 100 процентов по пятишки можно даже сразу там взять она большая здорово не помню сколько 15-20 литров ничего страшного с ней не будут такие вот пироги что ждали друзья комментируйте с вами была камара чем а я завожу тестирую и все этапы в